Решение К концу второй недели Шура так и не позвонил мне. У меня было довольно мрачное настроение. Я сдерживал свои эмоции, но иногда в глубине души я чувствовал страх, уверенность в том, что я была недостойна, недостаточно хороша в том-то и том-то. Это была старая пластинка, и Шурина молчание запустило самую худшую из знакомых мне записей. Она тихо наигрывала мне, сопровождая все мои поступки и мысли. И, что еще хуже, в ответ на негативные мысли, какая-то часть меня, заинтересованная исключительно в моем выживании, становилась ужасно злой. Когда я рискнула взглянуть вглубь самой себя, то увидела темное полотно, похожее на картины Клиффорда Стилла, рассеченное надвое тонкой молнией красной ненависти. Я нашла, что смысл этого образа в самозащите и поддержала свое молчание и чувство собственного достоинства. Один раз я сводила детей в кино, а по вечерам разговаривала с ними о школьных делах, выспрашивая больше подробностей, чем обычно, погружаясь в их мир. Они были добры и единодушны в своем отношении ко мне и рассказывали мне разные истории из школьной жизни. Когда они отправились на выходные к своему отцу, я нарядилась, взяла свои магнитные шахматы и поехала на вечер в Мэнсу. Я намеревалась хорошенько напиться собственной водкой с клюквенным соком, но не могла заставить себя сделать это. Выслушав занудную историю о страданиях недавно разведенного мужчины, который он мучил меня целый час, я ухитрилась организовать партию в шахматы. Но мой партнер был слишком пьян и не смог сосредоточиться на игре. В конце концов, я бросила это дело и поехала домой. Я чересчур устала, чтобы еще о чем-нибудь думать или заботиться. Я хотела лишь спать. На работе я печатала как автомат и начинала серьезно подумывать о поисках другого места, потому что знала, если мне придется жить и работать без шуры, а именно так складывалась ситуация, мне лучше подыскать работу, на которой мне не будет грозить такая ранняя смерть, как на этой. К тому моменту, когда в четверг на третьей неделе ожидания раздался телефонный звонок, я перестала позволять себе слишком много переживать. Я чувствовала любовь к детям и лишь мои отношения с ними убеждали меня в том, что я еще не превратилась в камень. Я все больше молчала на работе и во время перерывов на кофе и на ланч держалась в стороне от коллег, потому что не могла найти в себе достаточной энергии, чтобы делать вид, что у меня все в порядке. Внутри меня злость уже не пряталась. Теперь она стала моим другом, тайным ложем из горячих углей, ожидающим меня под темным покровом оцепенения и неспособности реагировать на что-либо, который образовался во мне за последние недели. Шура постарался говорить непринужденно, спрашивая, что я думаю насчет приезда к нему на следующие выходные. Я чуть не задохнулась от нахлынувших противоречивых чувств и мыслей. Откашлившись, я сказала в трубку, прекрасная идея, когда мне лучше подъехать? О, как насчет того, чтоб в пятницу после работы? Это тебе подходит? Замечательно ответила я, осознавая, что мой голос звучит немного тускло и не зная, как оживить его, не позволив при этом вырваться наружу своей ярости. Ладно, пусть будет пока тускло. Мне необходимо спросить тебя, сказала я, тщательно подбирая слова. Насколько ты меня приглашаешь, поскольку начинается новая глава, как я догадываюсь, никто не хочет принимать что-нибудь на веру. Моя фраза могла показаться смешной, но в каком-то смысле в ней не было ни капли веселого смеха. Лишь сарказм слышал я в своем голосе, дрожавшем от беспомощного страха. Я отчаянно надеялась, что Шура не уловит этого сарказма. Как насчет того, чтобы остаться до понедельника? Тебе это нравится? На этот раз я попыталась придать своему голосу легкость. Да, нравится, спасибо. Увидимся в пятницу вечером. Положив трубку, я расплакалась, радуясь, что дети уже легли спать. Я выплакивала и ярость, и любовь, и облегчение, и страх, и желание убить, и снова любовь. Потом я пошла спать. Лишь по дороге на ферму в пятницу вечером я начала понимать возможные причины, объяснявшие Шури на молчание, холодность, все признаки отдаления, которые заставили меня испытывать кричащую боль и унижение на протяжении последних бесконечных дней. Вот ублюдок, если он действительно заставил меня пройти через мини-версию того, что заставило пережить его Урсула. Не звонил, дергал за веревочки. А все потому, что он считает, сознательно или нет, что соединение со мной неизбежно. Он чувствует себя пойманным в ловушку этой неотвратимости, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что это может обещать. Вот откуда это молчание, из-за которого я начала подозревать, будто он больше не считает меня достойной в этот проклятый момент своей жизни. Он чувствует себя так, точно у него в самом деле нет выбора, и злится. Возможно, он думает что-нибудь вроде того, или я заменю Урсулу Элис, или стану жить отшельником. С этим он борется. Если так, то черт возьми, что я здесь могу сделать? Я больше не буду играть роль треклятой святой мученицы. Я не собираюсь облегчить ему жизнь. Я все еще находился в ступоре, но мой наблюдатель сказал, что это нормально. Это оцепенилось вполне понятно, добавил он, и возможно такое состояние безопаснее, чем другие варианты. Шура встретил меня, когда я только-только подъехал к дому. Обычно он так и делал. Он стоял рядом с машиной, пока я выбиралась оттуда со своей сумкой для покупок, набитой одеждой и еще кучей вещей, которые не требовались на выходных. Мы не очень пытались улыбаться, и, здороваясь со мной, Шура не сжал меня в медвежьих объятиях и не поцеловал в губы, как прежде. Его руки потянулись к моему лицу, и он прижал свой лоб к моему. Я мельком подумала, что такой жест гораздо больше других выражал сочувствия и казался мне вполне уместным. Войдя в дом и свалив свою сумку на пол около дивана, я оглянулась по сторонам. Знакомые книги, камин, видневшаяся из окна громада Диабло в туманной дымке. Все это стало неотъемлемой частью меня. Эта комната, дом были пропитаны воспоминаниями о нас. И все же в этот момент эта обстановка казалась мне чужой, странной. Мне потребовалось несколько минут, чтобы осознать, что эта отчужденность была отражением моего собственного страха. Намеренно отстраняясь от своих эмоций, я чувствовала, что отдаляюсь от пианино, от ковриков на полу, от дивана, от всех старых друзей или от тех предметов, которые раньше таковыми были. Я старалась не дать выхода своей боли, замешательству, сильному гневу. Пока все эти эмоции были надежно укутаны и спрятаны глубже, я не могла управлять своими чувствами. Все, что я видела вокруг себя, дышало воспоминаниями, говорило о прошлом. И я застыла в этом месте, которое не было для меня частью прошлого, но не стало и чем-то другим. Я не могла поверить, что у нас с Шурой есть будущее. Я не осмеливалась в это верить, потому что эта вера сделала бы меня до предела уязвимой. Я не могла так рисковать. Поэтому я была не должна верить в будущее, связанное с его домом, с его мебелью, его кактусами и всем остальным, что окружало меня. Возможно, все это будет принадлежать лишь моему прошлому. Надеяться на то, что будет иначе, я не решалась. Он пригласил меня на выходные. Это могло означать, что он хотел продолжить. Наши отношения. Однако, могло оказаться так, что его мысли насчет условий, на которых мы снова будем вместе. В общем, я могла и не согласиться с такими условиями, которые грозили разрушить то, что осталось от моего духа и веры в себя. Если ты не захочешь быть второй, возможно, тебе, малышка, придется остаться ни с чем, потому что может статься так, что он ничего, кроме второго места, предложить тебе не захочет. Мы сели за обеденный стол в столовой. Мы смотрели друг на друга, не позволяя себе видеть больше, чем было на поверхности. Я чувствовала стену, воздвигнутую Шурой, и знала, что он чувствует мою. Да уж, веселенькие будут выходные. Мне бы хотелось предложить кое-что, что могло бы помочь нам обоим, сказал Шура, откинувшись на стуле и не отрывая взгляд от края ковра. Если бы ты согласилась, я бы с удовольствием сделал вместе с тобой то, чего мы никогда раньше не делали. Мне бы хотелось принять с тобой микрограммов 100 ЛСД на двоих. Большинство людей порядком побаиваются ЛСД, в основном из-за той чепухи, которую в 60-х писали про этот наркотик в газетах, и из-за негативной пропаганды против него, начавшейся с той поры. Я подумал, что, может, ты захочешь испытать это на себе и составить собственное мнение об ЛСД. Если только ты не отложишь это мероприятие, что, разумеется, я пойму. Я посмотрела на Шуру и на секунду задумалась, догадывается ли он хотя бы чуть-чуть, в каком состоянии я сейчас нахожусь и какое море бурных эмоций может вот-вот вырваться наружу. Я окинула взглядом его тело и поняла, что Шурина расслабленность была показной. Настроившись на его чувства, я узнала, что он очень напряжен и дрожит от страха. Он боится сказать что-нибудь не так. Хорошо, сказала я. Как долго это длится? Я хочу спросить, мы будем под ЛСД почти всю ночь? Возможно, ответил Шура. Я поймала беглый взгляд его голубых глаз, рискнувших посмотреть на меня. Ты не против? Просто лично у меня нет никаких планов на завтрашнее утро и мы могли бы выспаться. Ну, я готова принять ЛСД. На самом деле мне очень по душе идея насчет того, чтобы наконец-то встретиться с опасным врагом лицом к лицу, если ты думаешь, что это хорошая идея. То есть с учетом того факта, что мы оба находимся в странном состоянии сознания по меньшей мере. Это не самая ясная фраза из всех, которые когда-либо были произнесены. На самом деле, сказал Шура, я подумал, что это могло бы помочь нам сломать наши различные, как бы их назвать, преграды, барьеры. Сейчас я чувствую себя очень скованно и не очень хорошо представляю себе, как эту скованность преодолеть, а наркотик мог бы помочь это сделать. Я предположил, что ты столкнешься с такой же проблемой, а если так, то прием ЛСД мог быть интересным способом раскрепоститься. Наркотик помог бы нам сказать то, что мы должны сказать друг другу. Он почти так же волнуется, как и я. Почему? Все зависит от него, а не от меня. Он один решает все. Может быть, он просто не уверен в своих чувствах? Конечно, сказал я. По крайней мере, скучный вечер нам не грозит. В этом, сказал Шура, улыбнувшийся мне в первый раз за все время, можешь быть уверенна. Пока я принимала ванну, мои мысли пребывали в самом беспорядочном состоянии. Одна мысль не давала мне покоя. То, что Шура предложил сегодня новый опыт, означало, что он продолжает учить меня, открывает мне что-то новое. А это не характерно для ситуации, когда человек, который учит, хочет остаться с тем, кого он учит. Ну ладно, это не повод для беспокойства. Конечно же, он хочет, чтобы я была рядом с ним, хотя бы для хорошего секса. Но что, если в конце концов он решит заделаться отшельником, и будет лишь время от времени проводить со мной выходные или с какой-нибудь другой женщиной, раз уж на то пошло? Что я скажу на это? Я хочу быть частью его жизни, хочу жить с ним до конца жизни, и больше не желаю быть временной заменой. А что, если он чувствует, что может дать мне то, что я хочу от него, и даст ясно об этом понять и скажет об этом на выходных, что мне делать? Вот чертова проблема. Одетые в домашние халаты, мы стояли на кухне друг напротив друга, пока Шура давал мне необходимые пояснения. Действие этого препарата длится около 6 часов, плюс-минус, в зависимости от твоей восприимчивости. Единственное, что отличает его от всех прочих психоделиков, быстрое начало воздействия. Здесь не надо ждать полчаса или час. Обычно воздействие заявляет о себе в течение 15 минут. ЛСД известен как толчковый препарат. Возможно, ты уже слышала, как я упоминал, это его качество. Это одна из причин, по которой на ЛСД жалуются большинство людей, даже те, кто его любит. Говорят, он захватывает, толкает. Приняв повышенную дозу, непривыкшие к ЛСД люди порой чувствуют, что контролируют себя меньше, чем хотелось бы. Это просто нужно знать. И касается это всех психоделиков. Если ты знаешь, как скоро начинает действовать препарат, и понимаешь, что можешь контролировать ситуацию в любой момент, причин для тревоги нет. Все эти страшилки в основном распускают наивные люди, принимающие слишком высокую дозу в первый раз. А остальные случаи касаются людей, у которых оказалась слабая психика. Если у тебя слабая психика, или тебя легко свалить, значит любое событие может выбить тебя из коленей. Будь то прием ЛСД, влюбленность, потеря близкого человека или крупная ссора с отцом. Думаю, в твоих словах есть скрытый комплимент в мой адрес, сказала я, слегка улыбнувшись. По крайней мере, я его услышала. Ты хочешь сказать, что у меня не слабая психика, да? Он сказал Шура. При этом его брови взметнулись вверх. Абсолютно, абсолютно. Я имею в виду, я совершенно не то хотел сказать. Конечно, нет. Ты натура крепкая, хотя... Я онемела от изумления. Меня взяло такое зло, но одновременно захотелось вдруг раз охотаться. Пару месяцев назад я бы ударила его по яйцам за это, но сейчас все было по-другому. Я постаралась придать своему лицу невозмутимый вид, а Шура тем временем закончил. Но твоя психика, без сомнения, непоколебима. До меня дошло, что он знал, что я контролирую себя, но я знала то, в чем он мог не быть уверен. У меня был превосходный контроль над собой. И так легко я бы его не утратила с ЛСД или без него. Пока я сама не захочу его отключить. А пока мне этого не хотелось. После того, как мы выпили бесцветную жидкость, которая главным образом представляла собой дистиллированную воду и крошечное количество ЛСД, растворенное в ней, Шура объяснил мне, что в воде из-под крана содержится хлор, способный уничтожить ЛСД практически сразу, как и сильный свет. Вот мы сели в гостиной. Я на диване, как обычно, а Шура устроился в большом кресле. Я слушал его рассказ о последней неделе. Я рассказал Рут и Жоржу о письме Урсулы. И они договорились со мной пообедать у меня, чтобы обсудить письмо. Я прочел им письмо. Они пришли в полнейшее смущение. Они не увидели в нем повода для смеха, в отличие от тебя, и не пытались анализировать ее мотивы. С другой стороны, думаю, они очень хотели помочь мне оправиться и знали, что атаки на Урсулу и обвинения в ее адрес были не тем, что я хотел тогда услышать. Нет, конечно, нет. Они просто стали для меня семьей, позволили мне выговориться и уложили меня в постель после того, как я перепил вина, а утром накормили меня чудесным завтраком. Я почувствовал себя гораздо лучше. Они оказали мне большую поддержку. Я кивнула, а потом подняла руку вверх, как на уроке, и спросила, я могу уже кое-что почувствовать? Шура встал с кресла и пошел на кухню посмотреть на часы. Вернувшись, он сказал, что да, конечно. Ну, тогда я думаю, что началось. Что ты чувствуешь? Я проверила себя и тщательно подбирая слова, ответила Шуре. Словно мои клетки пытаются выстроиться в один ряд по-другому. Не так, как обычно. Это приятно или нет? Приятно не то слово. Правильнее было бы сказать, интригует. Шура мягко рассмеялся и сказал, звучит нормально. Просто позволь этому быть. Через некоторое время ты поймешь, в чем здесь суть. Я оглянулась вокруг и сказала, много цвета. Он стал более заметным, чем обычно. То есть я повсюду вижу все эти маленькие призмы и радуги. Шура молча кивнул в ответ. Я посмотрел в окно, на улицу, где уже сгустились сумерки и добавила. Я понимаю, что ты имел в виду, когда назвал ЛСД толчковым. Он оказывает своеобразное давление. Возможно, потому, что переход начинается так быстро. О! Я рассказал о Шуре о своих видениях и он рассмеялся, все еще немного задыхаясь. Ты кончила? Спросил он, как всегда. Я кивнул мне. Если сбросить все это со счетов, то территория мне знакома пока. Как насчет того, чтобы отправиться в теплую постель и включить музыку? Или тебе было бы лучше остаться здесь? О боже, как осторожно он это сказал. Вместо ответа я поднялась с дивана и пошла через кухню, столовую и дальше по коридору, который вел в спальню. Место, где царили любовь и музыка. Пока я шла, я чувствовала прочную связь с физическим миром. В то же время у меня было такое ощущение, что мое тело состоит скорее из энергетических частиц, а не из плоти и крови. Ощущение оказалось довольно приятным, когда я позволила себе почувствовать эту приятность. Когда я открывала дверь в спальню, мне пришло в голову, что пора бы перестать волноваться насчет сохранения контроля над собой и подумать, в каком свете я предстану. Настало время быть самой собой и позволить себе переживать эмоции, в том числе и смех, потому что поступить иначе значило проявить несправедливость по отношению к себе, манипулировать Шурой и даром потратить время, которое могло бы стать грандиозным опытом. Мы легли на кровать. Шура был обнажен, а я все еще была в халате. Когда я закрыла глаза, внутренний мир предстал передо мной во всех подробностях. Шура поднялся и включил радио. Он нашел Шопена и вернулся ко мне. Я села и сняла халат. Не открывая глаз, я увидела любовную сцену. Мы с Шурой стояли на открытом балконе и смотрели во двор. Вокруг нас были сплошные балконы, этаж за этажом. Они были в цветах. По стенам и колоннам дома ползли плющи. Посмотрев вниз, в центр круглого сада, я увидела там выложенную плиткой платформу, на которой стоял рояль. За ним сидел молодой человек в смокинге и играл. Разумеется, Шопена. Услышав, как Шура начал задыхаться и кричать дрожащим голосом, я на миг встревожилась. Я поняла, что должно быть у нас было отлично видно тем, кто мог стоять на соседнем балконе и что у нас будут серьезные проблемы, если мы будем шуметь. Пианист мог прекратить играть и посмотреть, что там над ним происходит. Я подумала, что надо бы предупредить Шуру, чтобы он не кричал, как обычно. Но прежде чем я заговорила, я поняла, что мы в абсолютной безопасности на этой широкой кровати и что реальность и фантазия у меня смешались. Шура застонал, сидя на постели и вцепившись одной рукой в мои волосы. Пианист продолжал играть, не прерываясь. И, лежа на полу балкона, я хикнула в Шурин живот и ударила его поляшки. Какое-то мгновение, сказала я, я действительно думала, что мы напугаем лошадей. Лошадей? Я напомнила Шуре известный афоризм мисс Пэтрик Кэмпбелл, подруги Жожа Бернарда Шоу, которая сказала, что ее не заботит, что делают люди, занимаясь любовью, если только они не делают это на улице и не пугают лошадей. Я напомнила Шуре известный афоризм мисс Пэтрик Кэмпбелл, подруги Жожа Бернарда Шоу, которая сказала, что ее не заботит, что делают люди, занимаясь любовью, если только они не делают это на улице и не пугают лошадей. О! Я рассказал о Шуре о своих видениях, и он рассмеялся, все еще немного задыхаясь. Ты кончила? Спросил он, как всегда. Я села и, поджав ноги под себя, ответила. Сказать по правде, я отвлекалась от процесса из-за своего воображения, смешавшего границы фантазии и реальности. Я думала о том, насколько легко оказаться захваченной внутренней картиной, и как это может быть забавно, но и пугающе для того, кто раньше никогда не пробовал галлюциногены и не знает, как вернуться назад в нормальную обычную реальность, потому что он не может сказать, где эта реальность. Но ведь тебя не одурачили, не так ли? Спросил Шура. Я хочу сказать, даже очень наивный человек, обнаруживая, что он видит какие-то места и вещи с закрытыми глазами, где-то все равно знает, что может открыть глаза, если, конечно, он не передознулся. Чтобы уловить смысл происходящего при передозировке, нужно действительно обладать большим опытом, и даже при этом условии могут возникнуть трудности. Я подвинулась и легла рядом с Шурой. Его длинные пальцы начали легонько ласкать меня, а я пока смотрела на потолок и видела на затененной поверхности огромное количество крошечных калигоскопов. Они двигались и ударялись друг от друга, словно клетки крови под микроскопом. Я улыбнулась, и когда Шурина рука на мгновение замерла, а его глаза открылись пошире в немом вопросе, я объяснила ему, что происходило на потолке. Он посмотрел наверх и сказал, да, эта штука довольно активно действует, правда? Его рука продолжила свое исследование. Я подумала о том, насколько хорошо он знает мое тело, а потом услышала, как он заговорил, слегка улыбаясь. «Знаешь, я проделал небольшой эксперимент, который мог бы заинтересовать тебя. На прошлой неделе я задал Рут и Джорджу тот же вопрос, который задавал всем остальным участникам группы, за исключением Дэвида. Я спрашивал их, что они думают о моем решении жить с тобой. Леришь или нет, все они сказали одно и то же, и звучало это примерно так. Нет, не делай этого, а то разочаруешься, не думаю, что она подходит тебе, Шура. Не припомню, чтобы хоть один из них сказал что-нибудь позитивное об этой идее. Разве это не интересно, с учетом сложившихся обстоятельств? Я сделалась неподвижной. Мой наблюдатель отметил, что они ответили отрицательно, потому что им задавали такой вопрос. Если ты вынужден спрашивать об этом, то, скорее всего, в ответ ты услышишь «нет». Я открыла рот, чтобы выложить Шуре это и объяснить ему спокойно, с точки зрения здравого смысла, почему все его друзья ответили именно таким образом. Но внезапно, без всякого предупреждающего знака, что-то мне разбилось во мне в дребезги, и пылающие угли отправились в дымоход. Я попыталась сосредоточиться, пока горячие слезы катились у меня из глаз, стекая по подбородку. Не помня, как я встала, я обнаружила, что сижу на кровати, а мои руки вцепились в одеяло. За несколько секунд мой внутренний мир сократился до размеров темного пурпурно-красного туннеля, в котором не было ничего, кроме боли. Я рыдала, содрогаясь такой же силой, с какой пульсировало во мне горе, поднимаясь со дна этого туннеля и обжигая мне глаза. Потом я почувствовала, как меня пронзил ярко-оранжевый свет, гнев, после чего поток энергии стал другим. Мой плач словно пробивался теперь через какую-то преграду. Я смутно осознавал, что мои челюсти крепко сжаты. Я перестала понимать, что происходит, и слышала лишь звуки собственного взрыва. Мне показалось, что я кричу сквозь стиснутые зубы, и кричу довольно громко. Мой наблюдатель, почти потерявшийся в этом хаосе, с легким удивлением подумал, а не выпустил ли случайно мой дорогой мужчина на волю тигра покрупнее, чем он ожидал? Шура спокойно ждал, когда разразившийся шторм начнет утихать. В этот момент я неотчетливо чувствовала своими внутренностями, чтобы крикиваю ему слова вроде «это жестоко», «по-садистки» и «невыносимо». Еще я уловила отголоски слов ужасно и даже глупо. Я лежала, уткнувшись лицом в мокрую от слез подушку, и чувствовала, что поток замедляется. Его цвет уже не был пурпурно-красным, оранжевым, желтым или черным. Единственные цвета, которые были доступны моему восприятию, были голубой и фиолетовый с розовым по краю. Я очистилась от эмоций и лежала умиротворенная. Я приподнялась и медленно перевернулась на спину. Я уставилась в потолок, зная, что между мной и Шурой возникла стеклянная стена. Эта стена была моим другом, и она не исчезнет, пока у Шуры не появится очень подходящий довод, доказывающий, что ее нужно убрать. Самое лучшее в этой ситуации, подумала я почти с удовлетворением, это то, что я больше не испытываю боли. По крайней мере, на данный момент мне все равно. В центре моей груди образовалось озерцо с чисто голубой водой, я могла там плавать в свое удовольствие долго-долго, пока все не заживет. Шурин голос донесся до меня откуда-то справа, с другой стороны стеклянной стены. Кажется, я не сказал того, что хотел сказать, или подобрал неверные слова, или что-нибудь еще, понимаешь? Как я тебе уже сказал, это был своего рода эксперимент спросить их. Признаю, это не самый тактичный способ обращения со старыми друзьями, но какое-то время назад я поспорил с самим собой, что все в этой группе, опять скажу, что не задал Дэвиду этот идиотский вопрос, но он был единственным исключением. Так вот, я поспорил сам с собой, что все они как один будут предупреждать меня не разделять, как говорится, свою судьбу с тобой. Я заключил с собой пари, потому что был уверен в том, что знаю, почему они будут против моего решения. И я думал, когда расскажу тебе об этом, что ты сразу все поймешь. Это была глупая, злая шутка, и ее устроила та часть меня, которой можно восхищаться меньше всего. Понимаешь, та часть меня, которая получает удовольствие, видя, как сбываются самые худшие ожидания. Я слушала его, но его слова меня совершенно не трогали. У меня не было причин, чтобы заговорить. Я был уверен, продолжал Шура, что каждый, кого я буду спрашивать, в какой-то степени побеспокоится о женщине, которую они успели узнать и полюбить, но которая станет настолько близкой мне, что сможет влиять на мои отношения с ними. Я знал, что они всегда опасались влияния Урсулы, ты понимаешь, но я никогда не спрашивал их, что они думают о ней. Я никогда не давал им возможности сказать «нет», и они знали, что не надо пытаться настраивать меня против нее. Им всегда было неловко с ней. Мне было известно это. Потому на этот раз, просто шутки ради, и чтобы доказать себе свою правоту, я подумал, что дам им шанс как-то повлиять на меня. Я спросил каждого из них с глазу на глаз, что они думают о моей жизни с тобой. Я предполагал, что все они скажут «не делай этого», потому что все боятся, что ты изменишь устоявшееся положение дел каким-нибудь образом, каким они не могут предвидеть. Они не хотят, чтобы я стал меньше нуждаться в них, проводить с ними меньше времени. Это был глупый эксперимент, и он подтвердил мои подозрения. Я посмотрела на Шуру и заговорила голосом, который мой наблюдатель определил как ровный и здравомыслящий. А тебе не приходило в голову, что сам факт, что ты спрашивал их, означал отрицательный ответ. Будь я на их месте, я бы сама сказала «нет». В любви есть такое правило. Если тебе приходится задавать друзьям такой вопрос, значит ты не уверен, а если ты не уверен, значит это не настоящая любовь. Или что-нибудь в этом роде. «Да», — сказал он, — «думаю, так оно и есть. Но я также считаю, что они чувствуют ревность к любому человеку, который становится мне ближе, чем они». «Ладно, может ты и прав. Это был жестокий эксперимент, как ты и сам признал. И чего ты ожидал от меня в ответ? Смеха?» «Да, я думал, ты увидишь в этом юмор». «Ха-ха, ни тени юмора. Это было не смешно. Это стало мне уроком. Прости, Элис». Шура опустил голову и потом сказал «Слушай, ведь извинения здесь не помогут, не так ли? Я не хочу тратить на них время. Итак, почему бы мне просто не спросить тебя, что ты думаешь насчет того, чтобы бросить свою работу и переехать отсюда вместе со мной?» «Господи», — пробормотала я. «Вы звонили?» — ответил он. Против воли я рассмеялась и пробубнила, уткнувшись ему в бок. «Ты идиот». «Ну так как?» Приготовившись отвечать, я обняла его за шею и увидела, как стеклянная стена, разделявшая нас, раздвигалась, превращалась. «Ты уверен?» — прошептала я. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивая, уверен ли я. «Да ни в чем я не уверен. Может быть, я круглый дурак и может это путь к полной катастрофе. Конечно же, я не уверен. Но я хочу, чтобы ты жила со мной, потому что приезд на выходные — это просто смешно. Кроме того, ты неплохая малышка, с учетом всего, а я, возможно, мог сделать гораздо хуже». Я стала колотить его по груди, когда он схватил меня за кисти, а когда я снова начала плакать, он прошептал. «Перестань, не то брошу тебя через всю комнату». Я смеялась и рычала одновременно. А Шура повторял свою угрозу тоном, который, наверное, должен был имитировать интонацию чикагского гангстера. Наконец, я легла на подушку с лицом, мокрым от слез, задыхающейся от смеха. «Ладно, ладно, ладно!» — прокричала я. Внезапно я подумала о том, что было слишком важным, чтобы откладывать его на потом. Мне нужен был немедленный ответ, если я должна была поверить во все это. Я села, пытливо посмотрела на Шуру и спросила у него, значит ли это, что сейчас мы можем делать это в миссионерской позиции? Он уставился на меня и переспросил. «Сейчас?» Боюсь, прямо сейчас я не очень способен на это. «Ты не могла бы подождать до завтрашнего утра?» «Мне все-таки уже не восемнадцать, понимаешь?» «Мне нужно несколько часов, чтобы восстановиться». Я опрокинула его на спину, зашипев, «Я имела в виду с этого момента, ты, вошь, не прямо сейчас». Он усмехнулся, и я поняла, что он прекрасно все понял. «Конечно», — сказал он, «раз ты настаиваешь». «Просто время от времени», — сказал я, — «чтобы убедиться, что мы не забыли, как это делать классическим способом». «Я пытаюсь вспомнить», — проворчал Шура, «но мне кажется, что это делается как-то так». Он сделал кольцо пальцами левой руки и начал совать туда указательный палец правый, совершая движения, понятные людям во всем мире. Я интенсивно кивнула, захихикала и сказала, «Ага, точно». У Урсули больше ничего не оставалось. «Спасибо, спасибо». Я икала и смеялась, и снова икала. Моя икота была серебристыми шипами на разноцветном потолке.